Друзья, всем привет! С вами Fashion Vector Design и я Чайковская Екатерина. Сегодня мы будем рисовать с вами бантики. Бантики часто у нас встречаются и на подарках, и на открытках, и на одежде тоже они могут быть, и как декоративные элементы. Давайте нарисуем четыре разных бантика, посмотрим, как это можно отобразить, ну и, естественно, получим хорошие основы нам в библиотеку. Я взяла просто обычный лист, раз, два, три, четыре. Беру инструмент перышкой, давайте наметим серединку одного из бантиков, чтобы приблизительно понимать его размер. Вот мы наметили, я приближаю теперь то, что у нас этот бантик, и буду с ним работать, буду его отрисовывать. Сразу нарисовала замкнутый контур, и остальные буду тоже рисовать контуры замкнутые, для того, чтобы потом эти бантики можно было удобно раскрашивать, и вообще сделать с ними все, что угодно, все, что вы пожелаете. Вот таким образом мы прорисовываем, соответственно, линии. Если нам кажется, что нужно что-то поменять, вот здесь вот инструментом сглаживания можно погладить, и если не нравится форма, то ее, конечно же, можно всю подергать, во все стороны ее подкорректировать, и никто нам здесь совершенно не мешает этого сделать. И мне кажется, что вниз она должна идти посильнее, вот таким образом. Я специально этот бант не буду рисовать симметричным. Вообще бантик, ну, по крайней мере, базовый бантик, его можно прям симметричным забахать, и тогда получается типа, вот смотрите, какой красивый симметричный бантик. Я хочу показать, как нарисовать такие бантики, немножечко асимметричные, немножечко несовершенные, немножечко такие живые, и они действительно смотрятся более интересно, более живо, более игриво, и могут быть использованы. Более такой сухой бантик мы с вами тоже обязательно нарисуем. Ну, как сухой, в смысле более правильный, более асимметричный, который вот такой вот обычный. То есть мы завязали с вами бантик. Вот здесь у нас будут с вами вот такие штучки. Думаю, ни у кого не возникнет вопросов, а что же это такое? Да, это когда мы завязываем, ткань у нас присобирается, и получаются вот такие заломики. Рисуют их в основном вот такими полукрючочками. Смотрятся они лучше всего. Вот, можно нарисовать почти полным крючочком, можно нарисовать полукрючочком, в зависимости от того, как будет вам комфортнее, как будет лучше. Где-то может быть просто линия, где-то может быть вот такая вот штучка. Вот, и вот здесь я бы тоже еще добавила, мне кажется, не хватает. Нарисовали, и внутренние части бантика я предпочитаю все-таки делать более тонкими, потому что они являются второстепенными, и не должны у нас выходить с вами на передний план. Так что мы их вот так вот с вами делаем потоньше, и добавляем профиль линии, и за счет этого линия становится такая более красивая, более живая, более интересная. В принципе, вот эти части можно сгруппировать. Работать потом удобнее с этим будет, они не будут нам мешаться. Но у нас не хватает с вами еще, это не все, не все части бантика, которые есть. Мы сейчас еще добавим бантик. Очень такой получается нежный девичий бантик. Почему ты мне не хочешь? Ага, это вот особенность, которую я очень-очень не люблю. Давайте мы с вами создадим новый слой, потому что цепляется слой, на котором нарисована вот эта линия, и подцепляет его в рисунок. Поэтому я слой заблокировала, на котором у меня рисунок. Создала новый, и сейчас на нем мы нарисуем элементы. Потом все вместе сгруппируем, оно все вместе вольется. Он должен быть сверху. Здесь вот такая мягкая линия. Сюда вот так красиво пойдет. И здесь вот такая элегантно-кокетливо выгиб такой. Вот эта часть, она верхняя, ее потом надо на самый верх будет в центр поместить. Тогда все детальки, которые есть, они будут внутри. Ну, если вы на бантик на реальный посмотрите, то то, что перевязано, оно всегда туда будет. И здесь тоже такая деталь. Так, так, так и так. Соответственно, вот толщину вот этого входа мы тоже можем подрегулировать. То есть она может быть потоньше. Ну, просто посильнее передавили. И там только снизу мы видим эту часть. Здесь тоже смотрим, как что. Вот. Все это проправляем. Здесь сделаем уголок. И тоже сюда надо добавить несколько линий, потому что здесь у нас она, ткань, сжата. От этого возникают у зеленого рода складочки. И эти складочки мы с вами, конечно же, показываем. То, что вот здесь у нас такие вот штуки есть. Вот. Тоже их выбираем. Делаем их тоньше. И, соответственно, придаем им изгиб. Все. Можем все разблокировать. Просто все вместе выбираем. Нажимаем сгруппировать. У нас все собралось на один слой. Двойной клик. Выбираем центральную часть. Это мы вошли в режим изоляции. Монтаж на передний план. Все. У нас с вами бантик собрался одной группой. Лишний слой мы удаляем. И вот так вот прекрасно он себя чувствует. Выглядит. Его очень просто покрасить. Покрасить нужно первый раз аккуратно. Потом уже он будет автоматически перекрашиваться. Очень просто и удобно. Вот то, о чем я говорила. Видите? У меня появились заливки на усиках. Вот на усиках их быть не должно. Мы сейчас уберем. И здесь тоже. Все вот это вот аккуратно уберем. Чтобы вот этого белого нигде не было. Тени я не рисовала пятновыми. Я их рисовала линиями. Вот. Получился бантик. То есть вы можете его совершенно спокойно. Есть еще одна маленькая хитрость. Хочу ее вам сразу в этом видео показать. Когда вы нарисовали бантик, начинаете его уменьшать. У вас, смотрите, какая неприятность происходит. И получается, что заливки такие грубые. Не очень красиво. Это все на эскизы идет. Да? Как нам достаточно большой отрисованный бант. Сколько он у нас по размеру? Ну, то есть 5,5 см на 5,2 см. Ну, то есть такой достаточно большой. Как нам его уменьшить? Мы создаем копию. Я, кстати, рассказываю это на курсе. Кому интересно, приходите. Там мы это детально разбираем. На масштабирование. Двойной клик. Масштабировать углы. Масштабировать эффекты. И говорю, что должно быть 35. Все. Видите, при масштабировании у меня смасштабировались и углы, и мои линии. И таким образом мне произошла вот такая вот некрасивая штука. Смотрите. Это будет видно, когда еще поменьше будет. Так, тихо. Сейчас. А, он начал сразу масштабировать. Ничего себе, какая ты умница у меня. Нет, давай-ка вот без масштаба. Вот. То есть вот такая разница получается. Когда вы просто сжимаете, он у вас вот такой получается. Когда вы сжимаете с масштабом, получается вот такой. В зависимости от требований. Потому что в таком формате еще ничего. А когда вы их сожмете еще меньше, там если на эскизе нужно куда-то маленький бантик, то вот смотрите, какая ерунда получается. Здесь уже контур затмил все, и получается ничего не видно. Ну, не красиво, не здорово. Вот. Первый бант у нас готов. Я не собираюсь его оставлять красным. Он у меня будет белым. Вот. При том, как перекрасить. Перекрасил я неверно. Можно выбрать инструмент волшебная палочка, выделить все, что покрашено красным, сказать, сделай белым. Таким образом у меня не появилось заливок на моих ухиках. Вот. Это первый бантик такой вот вольный. Давайте покажу, как рисовать то, что говорим, называется сухой бантик, когда он такой весь из себя симметричный, весь из себя правильный. Берем квадрат со скруглением. Я сейчас нажимаю на стрелочки вверх и вниз. Соответственно, получается вот такая вот основа. Вот. Она, видите, симметричная. Я ее приближаю. И теперь, прямо сейчас, вот как положено, такой базовый бантик. Мы нарисуем. Такие бантики тоже делают. И много где они применяются. Поэтому имеют полное право они на существование. Здесь будет какая-то такая вот теневая штучка. Именно теневая. То есть она по-другому сейчас нарисую. Вот. Тенюшечка. И у тенюшечки сделаем непрозрачность. Сверху добавим несколько линий. Это будет линия. Она сейчас залилась как контур. Будет линия. Здесь тоже. Соответственно, вот так. Эту мы делаем на 5. Тоже контур. Отправляем назад. И делаем зеркальное отражение через центр. Быстро и просто у нас получился вот такой бантик. Такие бантики часто встречаются на разнообразных заколках и так далее. Что еще тут может быть? Давайте я сделаю его вторую копию. Ну, потому что здесь мы быстро справились. Еще такие могут быть, например, более пушистые, что ли, как правильно сказать. Если у нас, например, вот так вот есть основа. Вот так. Ctrl-C, Ctrl-B. Не все скопировалось сейчас. Давайте вот так скопируем, чтобы было видно. Вот. Можно. Кстати, будет красиво сейчас. Отразим по горизонтали. Вот, видите, у меня хвостик выпался. Вот. И немножечко вот так повернем. На задний план. Вот, получилось два вот таких полузагибчика. Ну, два кусочка бантика. Сейчас сюда симметрично. То есть тот же самый бантик, но он получился у нас более такой живой. Такое тоже может быть. Но видите, насколько они по-разному смотрятся. И сразу понятно, насколько они по-разному собраны. Ну, то есть сюда можно еще какую-то стразину посадить, еще что-то. То есть он такой жесткий, четкий, конкретный. А это такой мягкий, такой вот весь из себя собранный. Давайте еще пару мягких нарисуем. Меня почему-то именно они сейчас вдохновляют. Так, я сейчас нарисую центровушечку, чтобы я понимала габарит бантика приблизительный, да. Вот, и уже от центральной части буду дальше рисовать. Мне так проще. Относительно других бантов. Все, приближаем. И сейчас нарисуем более сложный бант, например, из более тонкой ленты, но, скажем, трехслойной. Может быть такой бант? Может быть. Что нам для этого надо сделать? Нам для этого нужно его нарисовать. И, смотрите, другой принцип. Я здесь рисую, как будто бы я вижу вот внутреннюю часть, то вот как завязано. Вот эту штучку всю я вижу. Так, сразу рисую здесь вот эти штучки. Я сейчас нарисую только контур, а потом уже дополнительно нарисую, ну, передам линиям вид. Поэтому не обращайте внимания. Я сейчас сначала рисую контур. Рисовать я его буду тоже асимметричным. Поэтому не стремлюсь к тому, чтобы он был вот у меня абсолютно одинаковый. Это тоже придает живость рисунку. То есть я вам показала, как можно делать абсолютно такой четкий, жесткий, симметричный бант и на него там все это накладывать. Я хочу именно вот, ну, живой бантик сделать, чтобы было понятно, что вот он такой вот весь пластичный, весь такой, ну, нестандартный. Его просто вот завязали и повесили. Красивый такой вот бантик. Вот поэтому рисую его от руки. Это первый слой. Давайте мы сразу линии поправим, чтобы было понятно. Вот так, это первый слой. Это второй слой. То есть мы завязали, а у нас такой вот он многоуровневый получается. И здесь получается, ну, то, что мы же не видим там, что там внутри, как бы, да. Поэтому условно дорисовываем, что там есть. Не обязательно все это прорисовывать. И то, что оно у нас получилось, мы это видим поверх, потому что мы это рисуем вторым слоем. Это тоже все легко исправляется. Во-первых, даем для этого белую заливочку и на задний план помещаем. Вот оно все утонуло. Сюда тоже белую заливку даем. Все туда утонуло, все прекрасно. Так, сюда тоже мы рисуем. Тут тоже такая штучка будет интересная. Так, насколько она разлетится-то у меня. Вот так. И здесь вот у меня будет тоже такая штучка. Вот так. Вот это тоже мы убираем на задний план. Вот так. А рисуем еще один слой. За леночку сейчас. Оп. Так. И еще один слой рисуем. То есть, видите, я прям вот на... По-живому так. Ничего особо не планирую. Прямо по-живому туда его врисовываю. То есть, я понимаю, что он должен у меня уйти назад. Соответственно. И сразу это все показываю. Вот. Вот эта линия должна быть повыше. Так, здесь у меня будет тоже такая вот штучка. Это мы делаем потоньше. И с... Вот там. Монтаж на задний план. Можно подвинуть. И еще сюда такую же штуку прорисовываем. Здесь тоже будет такая вот неровность. И на задний план. Вот. Эта часть должна выйти на самый передний план. У нее нет заливки, поэтому она не вышла. Вот она у нее вышла. И еще мы не забываем, что вот здесь у нас еще будет дополнительная такая история. Это будут наши хвостики. Вот. Это наш хвостик нашей тесемочки, из которой собран этот бантик. Вот один. И вот второй. Такой вот хвостик. Живой, спокойный. И здесь тоже вот так вот мы сейчас... Оп. Удобнее рисовать по очереди, потому что тогда не цепляется друг за друга. У меня, по крайней мере, удобнее рисовать там один, второй, один, второй. Вот. Вот так вот мы тоже сейчас линии сделаем. У него можно сделать маленький эффект заливки. Сейчас я покажу, как это будет выражаться. Как это будет смотреться. Сейчас все-таки на передний план. Вот. А в чем сделать заливку? Вот эти части, которые показывают внутреннюю часть бантика, можно сделать чуть-чуть темнее. Вот так. Сразу банк будет смотреться более объемно. И все. Вот. Можно сделать, можно не делать. Получился вот такой вот бантик. Да, он получился кривенький. Вот его фишка. Не то, что я не могу абсолютно прямой нарисовать. Вот такой вот трехступенчатый. Мне кажется, можно расширить. Давайте посмотрим. Сейчас я издалека на него смотрю, понимаю, чего ему не хватает. Расширяем, удлиняем. Вот. И здесь, конечно же, можно тоже пошире. Здесь пошире. Вот такой прекрасный бантик. Сейчас мы его чуть-чуть покрупнее сделаем. Вот. То есть тоже, видите, другой банк. Здесь у нас просто красивый банк собран. Здесь у нас как будто бы зверю из тесемочки собран такой бантик. Я бы убрала серый оттенок. Не нравится мне, как он сейчас смотрится на фоне всех остальных чисто белых бантов. Как-то не очень здорово. Вот поэтому сейчас вот эти три, четыре, четыре, пять, шесть деталей я убираю. Делаю белыми. И все, возвращаю на места. Это у меня был режим изоляции. Я в него вхожу вдвойным кликом. Это очень-очень удобно. Вот. Ну, давайте еще один бантик нарисуем. И на этом закончим. Бантики классные. Мне очень нравится их рисовать. Вот. Такое вот. Такая вот история. Поэтому, если вам нравится что-то рисовать, рисуйте с удовольствием. Почему бы и нет. Давайте нарисую симметричный бантик. Вот. Но такой тоже художественно-симметричный бантик. Давайте я бы скажу так. Вот. Так тоже можно. Давайте попробуем еще и такой метод. Я вам покажу, чтобы он у вас тоже был. И вы его спокойно использовали в своей работе. То есть я этими видео хочу именно методы рисунка. Показать, да. Не похвалиться какими-то художественными или еще чем-то особенностями. Показать методы, которые вы можете использовать в программе, которые вам здорово облегчат, упростят и ускорят вашу работу. Но при этом не пострадает ее качество. То есть тоже это очень важно, чтобы не страдало качество работы, чтобы эскизы были красивыми, цельными. Но при этом вы это сделали быстрее. Вот. Это тоже важно. Работать быстро и работать эффективно. Конечно же качественно. Вот такой бант. Это сейчас на передний план. Вот эту часть тоже я вперед забираю. И вот это тоже вперед. Последовательность поменяла. Что я здесь добавлю? Я здесь добавлю вот такую линию. Я здесь добавлю вот такую линию. И здесь я тоже добавлю вот такую вот кусочек. Вот. Сейчас мы эти линии, соответственно, с вами обрисуем. И потом просто сделаем симметрию. Но поскольку у меня сердцевилка не симметричная, не так, как я рисовала во втором бантике, все равно он будет смотреться более живо, более интересно. Давайте теперь мы такие линии сделаем. Вот. И, конечно же, у самого бантика можно тоже линии поправить. Не обязательно только у нее. Для того, что у нас обозначает контуры, но и у самого бантика. Вот такой тоже бантик у нас получился. Как видите, на основе симметрии тоже хорошо смотрится. В зависимости от того, какой эффект мы хотим передать, мы выбираем либо тот, либо иной тип бантиков. Потому что где-то нужны жесткие бантики, где-то нужны мягкие бантики, где-то нужны симметричные, где-то асимметричные. Ну вот. На потарке спокойно можно такое прикреплять. Имея такую основу, конечно же, всегда можно нарисовать свой бантик. И, ну, индивидуальный декор никто никогда никуда не отменял. Можно взять эти бантики сюда, добавить какие-то дополнительные перышки, стразинки, там еще дополнительную какую-то перевязочку, ленты разных цветов. Как есть вот специальные ленты, из которых цветы делают с переходом цвета. Все-все-все можно сделать, изобразить. Такая вот база, основа, они все сгруппированы. Смотрите, они сгруппированы. Они сгруппированы. Вот они сгруппированы. Их можно прямо уже на эскизу чпок-чпок-чпок куда-то прилеплять. Можно из них принты делать. Все, что вам нравится. Я уже задавала этот вопрос. И хочу его еще раз задать. Было бы интересно вам приобретать готовые векторные работы. Или достаточно того, что вы просто посмотрели видео и знаете, как их теперь нарисовать. Потому что шаблоны у меня есть. Их можно приобрести. И вы можете их использовать. Шаблоны фигур. Нужны ли вам шаблоны моих рисунков? Напишите мне, пожалуйста, в комментариях. Если вам понравилось видео, не забывайте поставить свою реакцию. Лайк или дизлайк. Пишите комментарии. И подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить ничего нового и интересного. С вами была Чайковская Екатерина. До скорых встреч. Пока-пока.